Друзья, завтра воскресный день, мы все постараемся пойти в храмы, и я хотел, чтобы вы обратили особенное внимание на чтение Евангелия, которое будет завтра в храмах. Может быть, с одной стороны, это обычные воскресные Евангелия, а с другой стороны, это Евангелие, которое нам напоминает о том подвиге, на который нас Церковь призывает уже через месяц. Уже меньше месяца осталось до начала Великого Поста, и за четыре недели до этого дня, за четыре недели до прощенного воскресения, Церковь читает в храмах отрывок Евангелия о Закхей, о маленьком человеке, который настолько сильно хотел увидеть учителя, этого великого учителя, о котором гудели все окрестные селения, рассказывали об этом, захлеб разные люди, как он исцеляет, как он говорит, как он говорит, и чувствуется, что власть есть в его словах, и никогда не говорил человек так, как этот человек, и что он добрый, милосердный. Вот этот маленький Закхей, сборщик налогов, налоговый инспектор, он сбирается на дерево, чтобы в толпе разглядеть Иисуса. Сбирается на дерево, забывая про то, что он уважаемая личность в этом городе, что его и так многие не любят, потому что он начальник моторей и предатель, или такой пособник полицаев, так скажем, он сбирается на дерево, и пускай видит его голые лодыжки, он хочет увидеть Христа. И это желание побеждает все. И на это желание отвечает Господь. Вот в этой разношерстной толпе, гомонящей восточной толпе, которая окружает Учителя, Иисус Христос, как Бог, чувствует это желание Закхея. И он смотрит на дерево там, вдалеке, смотрит на него и говорит, Закхей, спускайся, сегодня мне надо быть у тебя дома. И Господь идет в дом, в гости к этому презренному человеку, к начальнику моторей. Вот церковь за месяц до поста, за месяц до нашего подвига, покаяния, то есть перемены нашей жизни, она напоминает нам о том, что покаяние подлинное начинается с желания. С желания, которое побеждает всю твою немощь. С желания, которое может все. Желание Бога. В нашей жизни очень много всего желаем, и того, и другого, и знаем, что если наше желание сильно, то можно горы переставить, но добиться того, чего мы хотим. Желание должно быть правильное. Самое правильное желание в жизни, страсть за знаком плюс, это Бог. Мы должны желать встречи с Богом, как желал тот самый Закхей, который, наверное, сейчас с ним в царстве, и поэтому, может быть, даже ему молиться можно, хотя, кажется, официально его никто не канонизировал, а может, канонизировали, пишите в комментариях, если вы знаете. Вот, а ему можно помолиться, попросить о том же самом, и у Бога попросить о том же самом, чтобы желание наше сердце, нашего сердца было правильное, было направлено к Богу. Скоро пост. Я уже говорил, повторю еще раз, что мы, в Телеграме писал, что мы с вами в этом году, если Бог благословит, попробуем впервые провести Великопостный марафон, по аналогии с марафоном «Полюбить литургию», который очень хорошо зашел, так скажем, в кавычках, который действительно помогает изменить жизнь тех людей, которые проходят его. Вот такой же православный марафон будет Великим постом, планируется начать его за неделю до поста, то есть через три недели вот этого дня. Если Бог даст, предлагаю всем собраться, запись будет открыта уже скоро, не знаю, когда там я соберусь, доделаю, вот, и там также будет священник сопровождать в течение всего поста, Бог даст, будут домашние задания покороче, потому что в пост много дел разных, в церкви надо ходить, и мы будем все значимые церковные события разбирать и знать. Ну, то есть, вот если вы впервые пройдете Великий пост осознанно, может, раньше вы этого не делали, просто, ну, как бы, тянули лямку, там, ну, надо, надо, или начинали радостно, там, в середине затухали после первой недели. Вот в этот раз попробуем пройти вместе, плечо к плечу, бок о бок, и, думаю, это будет здорово, но я не об этом хотел сказать, а все-таки про воскресенье Азакхея, это просто маленькое напоминание вам о том, что у нас будет впереди. Так что завтра все мы вместе встречаемся в храмах, если Бог даст, невидимым образом соединимся вместе, особенно если будем причащаться в Сеонской горнице, тоже бок о бок, тоже плечо к плечу. Внимательно послушаем Евангелие Азакхеи и попросим Бога, чтобы Он дал нам это желание увидеть Его, так как желал увидеть Учителя. Маленький, маленький ростом, но великий в своем дерзновении начальник Матарей из Древней Палестины, 2000 лет назад.